Дома 53 по улице Нежинской Зимой и летом в квартирах обитают различные насекомые. Больше пяти лет одесситы требуют от коммунального сервиса «Портофранковский», чтобы те вычистили нечистоты, на что получают один и тот же ответ – нет денег и соответствующего оборудования. Неоднократно в течение пяти лет я обращаюсь в ДЭС, чтобы нам починили конкретно люк, который течет ко мне в дом. И это получается, что заводятся слезняки, мухи летают зимой и летом. И сейчас появились в данный момент мушки, которые кусаются. Мы ходили в ДЭС уже два месяца. Нам обещают починить канализацию. Если не починить, то ее пробить. Но пробить-то, как нам сказали, нет этой, как она называется, машинка какая-то, которой в городе нету. Такого быть не может. Из-за того, что канализационные люки на подпоре, у жителей первых этажей в любой момент из унитаза могут начать выливаться нечистоты. Особенно беспокоит то, что во многих семьях маленькие дети. Два с половиной месяца звоним в ЖЭК, но лично я как бы. И говорю о том, что у меня маленькие дети, что канализация забита, что нужно ее почистить. Мне приходится стирать ночью, потому что я боюсь, чтобы мне не залило всю квартиру. И вот мне все время каждый день обещают, что вот-вот мы придем, вот-вот мы сделаем, вот-вот мы там оплатим счет и так далее. Проблема не решается. Они мне как бы и не отказывают, и в то же время ничего не делают. Как долго жители двора будут страдать от бездействия коммунальщиков? Вместе с одесситами корреспондент Новой Одессы отправился на прием к новому руководству ЖК «Спортофранковский». Директора на месте не оказалось. Пообщаться удалось с заместителем Сергеем Загороднюком. Ну, на сегодняшний день такая, значит, договорились подряд на организацию, которая приедет, промоет вначале эти колодцы и всю канализацию. И посмотрит, что там происходит вообще, как будет. Ну, это было бы 1 ноября. Ну, я говорю, как бы, то, что сегодня, потому что вам нужно не ко мне, а главному инженеру. Она когда запланирована? На этой неделе. Я думаю, что завтра-послезавтра. Обещали там. Ну, на этой неделе. Будем до конца недели ее должны промыть там. Насколько я что-то понимаю в этом, прежде всего, надо колодцы очистить от фекалий, которые под самую горловину уже выходят. Поэтому приедет машина, гидроерс, там все это выкачают, промоют. В конце недели Новая Одесса вновь посетит двор на Нежинской 53 и покажет вам результат выполненных работ. Если они, конечно, будут выполнены. В пятницу мы побывали на Люсдорфской дороге 17, где сотрудники ЖКС Черемушки еще летом начали ремонт кровли и фасада, да так и бросили его на середине. Примечательно, что для этого жильцов собрали деньги, которые потом должны были учесть при оплате СДПТ. Но крыша по-прежнему течет. Фасад похож на результат детской игры в песочнице, а деньги закончились. Они посчитали, какая квартира, какую сумму должна сдать. Вот, тогда речь шла обо всем доме, о двух парадных. Вот, и они посчитали, что мы должны были сдать 900, по-моему, 40 гривен. Мы должны сдать деньги на материалы для ремонта. И также мы должны оплатить работу вышки, бензин. Они смешивали пыль с песком. И когда наш сосед, он инженер-строитель, он говорит, что это за замес такой. Посмотрите, он же при первом же дожде смоется. Здесь стоял наш Максим, по-моему, мастер участка. Говорит, ничего, ничего, сойдет, подойдет, будет держать. Вот уже, видите, вот уже все камни, все они уже наружу. Выяснить, куда ушли деньги, почему не закончен ремонт и будет ли он закончен, жительница дома Лариса Марьяновская вместе с корреспондентом Новой Одессы отправилась в ЖКС на прием к директору. Но застать его на месте в приемный день в очередной раз не удалось. Зато здесь оказался главный инженер коммунального сервиса, руководивший так называемым ремонтом. Ему Лариса Михайловна и преподнесла целый пакет доказательств некачественной работы коммунальщиков. Отвалившийся раствор. ЖКС не делают капитальные ремонты. Женщина хочет, чтобы там был выполнен капитальный ремонт. Капитальный ремонт крыши там был выполнен несколько лет назад. Вы расскажите совсем не о том, суть в чем, что вы взяли деньги? Суть в том, что мы сделали за 1200 гривен кровельщик, выполнил работы по установке водосточной трубы, по установке жёлоба в 10-й квартире и со стороны парадной и со стороны торцового хода был просто закидан штукатуркой, был просто кирпичный. Вот он, который обманывается. Владислав Распоровский утверждает, что его подчиненные проделали большую работу. Правда, доказать документально, сколько материалов использовано во время пресловутого ремонта и на что конкретно они пошли, главный инженер то ли не захотел, то ли не смог. Я могу посмотреть, сколько людям пошло в перезачу. Конечно, давайте посмотрим. А сколько материалов было там использовано? Мне на это надо парочку в времени. Сколько есть, вы можете видеть, вы можете видеть, что это СМТ? Хорошо. Сойдётся он с этими субъектами? Женщина даже вышла. Покажи мне час времени, я разберусь. Разберитесь, будет там указана сумма в 1200 гривен или нет? Однако в условленное им самим время, придя во двор на Лиздорской дороге 17, чиновник так и не внёс никакой ясности по финансовому вопросу. Были накладные, мы расписали. По-моему, если я не ошибаюсь, когда они приехали по накладным, мы посмотрели. Тут закупка материала стоила, по-моему, 500 или 600 гривен. Материал по песку, цементу, там каких-то оставшиеся суммы стоили. И вот на 8 или 12 квартир мы сумму в 1200 гривен раскидали. Но вы обещали показать, что эти документы... Да, к сожалению, я вам сейчас показать не мог, потому что я по памяти не мог вспомнить номера квартир, которые участвовали в этой процедуре. Как вот у женщины с этим номером? Она мне сейчас дала. Я поеду в бухгалтерию, подниму сейчас. Зато Владислав Распаровский, наконец, признал, обещанный ремонт всё-таки недоделан. Да, это не годится такая работа, закидать раствором, но на сегодня она спасает от выпадения кирпича. Понятно, что рано или поздно эта штукатурка, она будет отлетать, потому что нужна шпаклёвка и нужна покраска, и грунтовка нужна, прогрунтовать, чтобы к востокам, ну, чтобы воду не впитывала штукатурка. Это будет впитываться. Но мы не делаем капитальный ремонт. ЖЭКи не делают капитальный ремонт. Мы делаем только текущий ремонт. То, что вы сделали, это называется сделан текущий ремонт. Это сделан текущий ремонт. И то, что у людей течёт при этом крыша, не имеет значения. Течёт, но глобальная течь устранилась. В очередной раз Владислав Распаровский предложил жильцам порцию обещаний. На данный момент, для того, чтобы устранить течь, сегодня установлена водосточная труба с лейкой и будет обклеен стоячий жёлоб для того, чтобы сквозь... А когда он будет обклеен? Ну, вот сегодня я опять переговорил с директором. Он пообещал, что завтра даст материал. Если он завтра даст материал, я послезавтра смогу это обклеить. Жильцы не доверяют коммунальщикам. Не верят их обещаниям, потому что слышали их слишком много раз. Зачем нам жилить на коммунальный сервис? Великий сервис. Такую сумму сумасшедшую. Какую сумму? Великий сервис вы нам создаете. Ну, вы же, вы квартплату платите. Вы считаете, что если вы раз полгода подмели вот этот вот двор, так это уже всё, это уже наша квартплата? Это тоже в СДПТ входит? Да, входит. Раз в полгода. В госсоходе территории, текущий ремонт. Текущий ремонт там не все делали. А где текущий ремонт вы делаете? Уборку территории раз в полгода. Вот это и есть текущий ремонт, даже за наши деньги не сделали. В конце недели мы выясним, сдержал ли обещание главный инженер. А также хотелось бы всё-таки узнать судьбу собранных жильцами средств. Об этом мы расскажем в следующих сюжетах.